Арест имущества должника. Основным способом возврата имеющейся задолженности является судебный порядок. Основанием для работы судебных приставов исполнительный является исполнительный лист, выдаваемый взыскателю на основании судебного акта. Арест имущества после выявления имущества подлежащего аресту, такое имущество может быть оставлено на хранение должнику или его родственникам. Такой подход позволяет сэкономить на перевозке арестованного имущества, его погрузке, хранении на специализированном складе. Указанные процедуры должны быть оплачены самим должником за счет вырученных от продажи арестованного имущества средств. При этом лицо, ответственное за хранение арестованного имущества несет ответственность вплоть до уголовной за его сохранность. Пользование арестованным имуществом должником не допускается. Опись арестованного имущества. Арест имущества производится на основании постановления пристава. Пристав исполнитель прибывает в место хранения имущества должника и составляет опись ареста. Такая опись должна содержать дату составления и номер исполнительного производства. Указание о том, присутствует ли сам должник или его родственники при составлении описи. Присутствие должника не требуется, так как судебный акт дает право приставам заходить в помещение без разрешения должника. Перечень описываемых предметов с детальным описанием. Оценочная стоимость. Информация о понятых. Постановление, запрещающее эксплуатацию арестованного имущества. Информация об условиях хранения описанного имущества. Информационная отметка, разъясняющая права участников процесса. Оценка и реализация арестованного имущества. К сожалению, приставы наделены полномочиями оценки имущества, что часто вызывает конфликтные ситуации. Так пристав может оценить дорогостоящую вещь в 500 рублей. Это выгодно для быстрой реализации имущества, но не для должника, поскольку это создает риск реализации имущества должника за бесценок. Такое расхождение в стоимости может стать основанием для обращения должника в суд с целью установления оценочной стоимости на такое имущество. Такое обращение должно последовать в суд не позднее 10 дней с момента осуществления оценки судебным приставом. Когда срок хранения арестованного имущества заканчивается, его выставляют на торги. В процессе продажи имущество часто находится у должника, который имеет право первым его выкупить. Если имущество так и не продается в течение определенного времени, его оставляют должнику. Если торги были проведены с нарушением правил, установленных законом на основании статьи 449 Гражданского кодекса, они могут быть признаны недействительными. Это происходит в судебном порядке после подачи искового заявления заинтересованным лицом. К примеру, проведение торгов произошло до объявленного срока или в ходе проведения торгов могло быть допущено злоупотребление со стороны судебного исполнителя, залогодержателя или покупателя. Если заложенное имущество не было реализовано по причине отсутствия покупателей, российское законодательство предусматривает определенные выходы из таких ситуаций. В пункте 4 статьи 54 Федерального закона об исполнительном производстве зафиксировано одно важное правило, которое указывает на то, что если отдел ФССП не реализует имущество, вне зависимости от его типа, в течение двух месяцев, то взыскатель получает право оставить арестованное имущество за собой. При этом двухмесячный срок начинает исчисляться по закону со дня ареста заложенного имущества. Кроме того, в этот период судебный пристав Федеральной службы должен предпринять действия для продажи собственности должника, а именно передать его на продажу в специализированную организацию. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо. Субтитры подогнал «Симон»!